Друзья мои, всем привет! В этом видео я вам хочу рассказать, чем я подсвечиваю свою рассаду в зимний период Сейчас у меня за спиной вы видите рассаду ежевики Но те же практически самые требования нужны к подсветке, когда выращиваете в том числе и томаты, огурцы, другие культуры, перцы, баклажаны Мы их начинаем выращивать достаточно рано, где-то начиная примерно с середины февраля Особенно это касается баклажанов и перцев Естественно в этот период не хватает солнечного света, который у нас есть, если мы сажаем на подоконнике Его не хватает, продолжительность светового дня короткая Так вот, как нам поддержать растение, как вырастить хорошую рассаду в такой неблагоприятной по световой характеристике периоду Дело в том, что растениям, конечно, нужен более продолжительный световой день, порядка 12 часов И сегодня я вам расскажу о своем опыте подсветки, вот как я осуществляю подсветку при выращивании рассады в своих условиях Нахожусь я в Московской области и самые ранние посадки перцев и баклажанов я начинаю проводить примерно в середине февраля Далее уже следуют посадки томатов, но даже и в марте еще бывает у нас недостаточно света Потому что у нас солнечные дни не очень много в году, все-таки средние полоса, не на юге живем И я обязательно где-то примерно до апреля подсвечиваю свою рассаду Подсветку можно делать различными способами Кстати, в комментариях вы можете написать все ваши вопросы и рассказать, как вы подсвечиваете рассаду Что вы выращиваете с помощью подсветки Кстати, подсветку можно использовать и круглогодично, начиная с более ранних периодов Кто-то и землянику начинает выращивать даже, начиная в декабре Вот, и без подсветки не обойтись Расскажите, поделитесь вашим опытом Буду очень рад и отвечу на все ваши вопросы, если таковые у вас возникнут Сегодня я вам расскажу, как я, чем я подсвечиваю свою рассаду И пользуюсь этим способом довольно давно, и мне он нравится Изначально я подсвечивал свою рассаду с помощью люминесцентных лап Вот такого типа, вот старенькую лампу вам показываю У меня они, конечно, более длинные Это просто, чтобы вы понимали, о чем я говорю Это трубки, то есть трубки освещения люминесцентные Которые я раньше над рассадой закреплял И таким образом подсвечивал Есть у них, конечно, и плюсы, и минус Плюсы, это они дешево стоят Лампы дешево стоят Минус в том, что они дают все-таки рассеянный свет И надо делать какие-то козырьки над ними, чтобы направлять его вниз Потому что свет рассеивается по всей комнате А не, условно говоря, не над тем местом, где мы хотим подсвечивать Не над столом рассадным Из плюсов еще могу сказать, что они дешевые Их можно везде практически купить Как вариант для подсветки Вполне они подходят, можно ими пользоваться Но есть и другие, более лучшие варианты, о которых я вам расскажу Конечно, самый лучший вариант Это использование фитоламп специальных О них вы знаете, наверное, либо когда-нибудь видели Они дают такой вот розовато-синеватый цвет Похож на цвет марганцовки Может быть, кому-то вот такая ассоциация понравится Это, конечно, самый лучший вариант Потому что вот этот спектр света Такой не то красный, не то синий Он нужен для того, чтобы растения не вытягивались То есть это специально подобранный спектр цветов Для того, чтобы рассада не вытягивалась И растения чувствовали их хорошо Плюсов у этих ламп, конечно, масса Это специализированные лампы Которые мы используем строго для растений Но есть у них и один минус Это их достаточно высокая цена И не всем она по карману Это цена То есть покупать фитолампы не все могут себе позволить Особенно фитолампы таких известных производителей, брендов Которые стоят очень дорого А горят они, кстати, ну в смысле выходят из строя тоже довольно часто И восстановить их бывает сложно Но это самый, наверное, лучший вариант для подсветки рассады Который имеется Поэтому если у вас есть возможность использовать фитолампы Пожалуйста, пользуйтесь этим И используйте их при выращивании рассады и других растений Комнатных в том числе растений Ну и других И еще один вариант неплохой для подсветки рассады Который я использую, который мне нравится Это использование светодиодных прожекторов Которые создают направленный пучок света Именно над столом или над подоконником Где вы выращиваете рассаду Я вам сейчас чуть попозже покажу Как у меня закреплен прожектор Над рассадой ежевики Но скажу вам несколько характеристик Чтобы вы не ошиблись Вот прожектор я, допустим Я, конечно, не буду рекламировать Я не знаю там Вот я беру вот этого производителя Просто достаточно он дешевый, недорогой Продается у нас практически во всех строительных магазинах Он просто подешевле Еще такая важная у него есть характеристика Смотрите, друзья мои, 4000 кельвинов Это такой средний белый цвет Он не очень холодный и не очень теплый Вот на мой взгляд, более всего подходит он для подсветки рассады и других растений Можете любого производителя Есть, кстати, очень дорогие такие прожекторы Ну, более известных брендов, конечно Можете использовать их Можете использовать более дешевые варианты 4000 кельвинов Вот запомните, вот такой вот тепловой режим Желательный для подсветки Это вот, на мой взгляд, оптимальный будет вариант Стоят они не очень дорого Они примерно сопоставимы с лампами Вот такими вот, которые я вам показал Может быть, немного будет подороже Но у них есть один очень важный, очень большой плюс, на мой взгляд Они светят именно туда, куда нужно То есть, вот именно на рассадный ящик Вот весь свет попадает туда О мощности Вот еще одна такая характеристика Потому что многие спрашивают Вот как рассчитать мощность, которая нам нужна для подсветки рассады Вот усредненно можно сказать Что на один квадратный метр поверхности рассадного стола Нам нужно примерно 100 ваттную лампу 100 ватт освещения Вот если по мощности Если такая вам характеристика более близка Если у вас У подоконника вы выращиваете у окна То есть, конечно, вам будет попадать естественный свет И тогда можно вот эту вот мощность немного снизить Но на один квадратный метр 50 ватт 100, извиняюсь, ватт оптимально Вот у меня сейчас на данном столе рассадном лампа Прожектор стоит 50 ваттная Но у меня есть очень хороший здесь свет из окна Окно выходит на восток И у меня до середины дня, до 12 часов Сюда попадает прямой солнечный свет Как вот сейчас вы это видите и наблюдаете Плюсы данных прожекторов я вам сказал Направленный пучок света Не надо градить никакие над ними козырьки Они достаточно экономны Это тоже плюс То есть, вот 50 ваттный прожектор Он в принципе светит Ну, как, наверное, 400 ваттная лампа накаливания То есть, намного больше у него световой поток Световая мощность намного выше Конечно, это не фитолампа Но как вариант, я вас уверяю, очень хорошо подходящий Также есть еще Хотел вам показать поменьше Вот так вот они выглядят Эти светодиодные прожекторы Но это маленький прожектор у меня 20 ваттный Вот тоже на 4000 кельвинов Он мощностью 10 ватт Даже не 20 ватт, а 10 ватт Я таким в прошлом году пользовался Тоже подсвечивая рассаду перца на подоконнике Очень хорошо он показал и дал результаты рассады Не вытягивался, росла очень хорошо Была зеленой Стволики мощные Хорошо себя проявил Ничего плохого сказать не могу Еще хочу вам порекомендовать такой совет Привет, коли уж мы говорим о подсветке рассады Чтобы вам постоянно не бегать И не включать, не выключать рассаду Свет над рассадой в одно и то же время Хочу вам порекомендовать использовать Специальные таймеры включения и отключения Как настроить такой механический таймер У меня есть отдельное видео В конце данного видеоролика Будет приложена на него ссылочку Кому вот сложно настроить такой прибор Он настраивается очень легко Можете посмотреть отдельное видео Что дает этот прибор? Он просто включает и выключает лампы над рассадным столом Независимо от вас В 7 часов зададите время включения И допустим в 9 часов вечера выключения Он будет вот по такому принципу работать Единственное, что он сбивается, когда выключают надолго свет Тогда его нужно будет вновь выставить И запрограммировать на нужное вам время включения и отключения Очень удобная штука В прошлом году я себе купил таких несколько штучек Пользуюсь ими, очень ими доволен Достаточно надежный, кстати Ну, можете любого производителя Я просто показываю вам для примера Ну и сейчас я вам покажу лампу Обещал, которая у меня стоит над рассадным столиком Я покажу вам ее поближе Чтобы вам было более понятно Друзья мои, вот так выглядит установленный прожектор Над рассадным столиком Вот что он из себя, в общем-то, представляет Он нагревается при работе Но не сильно Вот видите, я дотрагиваюсь Не обжигаю пальцы Вот так он выглядит Закреплен на поперечной перекладине Все это легко и быстро можно смонтировать Друзья мои, всем большое спасибо за просмотр Кому понравилось данное видео, ставим дружно лайк Подписываемся на канал, если еще не подписаны До новых встреч, всем хорошего Пока-пока